Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер Демастер. И сегодня, вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем в Last Survival на сервере Crystalix. В общем-то, давненько не играл. Я просто хотел записывать цикл с Лины, но, к сожалению, пока что небольшая заминочка, потому что она там, ну, делает анимации, сейчас вот такое. Короче, нет времени у неё прокачиваться в Last Survival. А вам, наверное, не так будет интересно, как я буду снова на лоула в Last Survival сидеть, поэтому подождём. Она или чё, рано или поздно всё равно прокачается, и мы с ней запишем. Просто я хочу посмотреть, что там дальше. Я слышал, какие-то руны добавили, и я пока ещё не видел, где же эти руны находятся. Вот хранитель рун, видите, есть какой-то и так далее. У меня вот, видите, руна есть. Я выбил руну в прошлый раз, да? То есть, как бы, интересно, что это такое, с чем это едят и так далее. И хочется больше рун выбить, понимаете? Так, награда есть, задания ещё никакие не делал. Вход в игру, забираем. Так, ну всё, да погнали. Погнали с игранём. Так, пойдём на механический мир, естественно. Так, у меня есть вторая карта доступна. Атака автоматонов. За снежного чека я уже играл. Хочется немножечко сменить героя. За кого бы мне сыграть? За кого бы мне сыграть? Это мусор. Может быть, за Зулкара сыграть? Зулкар норм персонаж, на самом деле. Только что-то он меня не прокачан, нифига. Могу ли я его прокачать? Персонажи. Так, Зулкар. Ага, денег-то не хватает, чтобы его улучшать. Ну блин, ну ладно. Попробуем за непрокачанного Зулкара зайти. В целом, как будто бы есть шансы. О, это я лобби пытался открыть, да? Ошибка. Так, авто. Так, сменить героя. Зулкар. Так, буст. Золотой купон, конечно же. Случайная руна. Шанс 8% начать игру. Так, ну погнали. Ну погнали, мужики. Ох, нифига, здесь прямо лестницы полноценные. Интересные карты, интересные. С полноценными лестницами. Так, волшебная палочка, естественно, берем. А, волшебную палочку, если сразу апнуть, то с ней в целом можно далеко зайти. Это одно из лучших оружий в игре, как мне кажется. Ну, это мое любимое оружие, наверное, просто. Если я его сейчас сразу же замакшу, то он мне вообще дофига урона выдаст, мне кажется. Но очень быстро, во вовшота, это и против боссов хорошо. Особенно вместе с ножами в паре, я, в принципе, про это всегда говорю. Вот. Но прикольно. Все-таки выяснилось, что нужно, получается, все-таки апать уровни. Проходить локации. Не от вашего лавла, а от пройденной локации, зависит от шмотки, которые вам упадут. Вот так вот, да? Вот так вот. Поэтому надо проходить новые локации. Хочу узнать, какие тут еще есть скиллы, способности. Может, какие-то имбовые какие-то потом еще придут. Потому что пока же самое имбовое, это вот эта волшебная палочка. Как будто бы есть смысл этого персонажа качать, на самом деле. Давайте обновим на R. Дробовик, инферно. Ну, все это нам не нужно. Хотя, ладно, давайте дробовик возьмем. Дробовик, это хорошее оружие. Будет перед собой еще стрелять вот так вот. Чистить толпу. С таким же успехом можно было еще инферно брать, мне кажется. Так, начинаем немножечко подход. Это пока только самое начало, они еще пока слабые. Вот босика бы, конечно, немножечко, вы знаете, размажить. Но из-за того, что много мелких, отвлекается оружие на мелкого. Так что давайте травы капать, чтобы мелких разносить быстрее. Отлично, боссы убиваем. С него падает сундук. Что же там? А дневной. Ну, давайте инферно удар берем. Обновляем. Здесь ничего не хочу. Волшебная палка. До сих пор мне экспания пришла, представляете? Бубличный экспириенс до сих пор не пришел. Магнит дальность сбора. Давайте возьмем. Можно было, конечно, нажить, но я подумал о магнит. Ого, добавили иконочки снизу с пассивками. Ты посмотри. Блин, круто, что добавили. Это хорошо. Наконец-то. Я про это долго говорил. Наконец-то это добавили. Пацаны, ты, чуваки. Справа снизу теперь есть иконочка. С пассивными твоими способностями. Ура. Не, я на самом деле рад, реально. Так, давайте качнем, наверное, ножи, чтобы тоже были заранее уже, чтобы начали просто попадаться, понимаете? Нужные скиллы нужно брать. Если сразу же все шесть взять, то ненужные скиллы просто не будут приходить. Ну, не то, чтобы ненужные, а то, что нам не нужно. Только пассивки ненужные, возможно, будут приходить, но это не важно. Все, прям отлично стоим. Пока что никаких абсолютно проблем. Да и моба нас вроде не сильно кусает пока что. Но это первые три минуты. Вы сами знаете, что первые даже минут пять до первого босса это только разогрев каждый раз в Last Survival. Вот здесь чисто такой прогревчик. Потом уже самая жесть ближе к концу начнется. Так, хорошо, хорошо. Валим мобчиков, валим. Так, у нас немножечко зажимают в угол. Мне кажется, нужно еще каких-то скиллов прокачать более точечно. Ну, либо просто прокачать уже текущий. Просто что-то левела перестали приходить так активно. Пора бы уже начинать синим кристаллом падать. Ну, видимо, после первого босса будет. Давайте волшебную палочку уже докачиваем. Восьмой левел. Все, она у нас вроде максимального левела. Да, волшебная палка? Больше она и приходить не будет, и прокачана до максимума. Так что мне, в принципе, я доволен. Она, видите, нормально раскидывает. Но, конечно, хочется еще ускорить скорость таки. То есть откат ее уменьшить. Для этого пассивка на откат должна прийти. Пока что что-то я не вижу. Да и экспириенса тоже не вижу, если честно. Ни экспири, ничего. Давайте дальше качнем дальность подбора. Чем быстрее мы качнем дальность подбора на фул, тем быстрее сможем сосать больше лута. И быстрее прокачивать левела, соответственно, будем. А я этого хочу. Скоро по всей карте собрали весь лут быстренько. Оно не так много было, оно почти на левел хватило. Тут ничего интересного. Раляем экспи. Наконец-то. Экспи пришло. Ура. Самое главное всегда брать экспи, чтобы быстрее прокачиваться. Даже если на 14 левеле, пофиг. У вас еще типа 12 минут игры, понимаете, нужно брать. Нужно это набрать. Потому что мы хотим с вами прокачаться на максимум. Прокачать все активки, все пассивки и так далее. А без экспи это будет сложно сделать. Ну то есть типа как бы невозможно. Скорее всего возможно и можно. Но с экспи это будет гораздо быстрее. Раз вы будете гораздо быстрее прокачены, значит, ну, соответственно, будете сильнее. И вам будет гораздо проще выживать. Пока что, как видите, да, пока что вообще просто. У нас получает экспи, конечно. Вот синие кристаллы начали падать. Отлично. Это начало, чуваки. Это начало хорошего лута. А из этого начала, значит, скоро они будут падать постоянно. Постоянно. Ну, на уровне этого быстро отмеся. Ну, давайте апнем, наверное, дробовичок. А на баригенчик еще подкачивать. За всякий случай, а потом экшен начнется. Не, пока нормально. Даже за счет того, что персонаж третьего уровня, то есть не сильно вкачан. Но у меня вкачан и хорошо шмотки. Давайте установим, что у меня там за шмот. Видите, фиолетовый, первого уровня. Там вообще много еще есть. Да, поэтому дело, что чуваки, наверное, уже с легендарным шмотом ходят. Но легендарный, конечно, достать, это вообще жесть. Таким надо быть. Сколько надо вещей перескречивать? Вот оно, мне кажется, в несколько каток в день играть. Стабильно, там, в протяжении нескольких недель. Там можно легендарные шмотки уже начать реально делать. О, скорость снижения. Вот, скорость восстановления, вернее. Давайте возьмем четыре. Я хочу эту пассивку обязательно. Ой, босс. Быстро бегает, но слабо бьет. У него еще мелкий какой-то минник, смотрите. Миньон. Миньон маленький. Миньона почти... А, нет, миньона не убили. Босса убили, осталось миньона добить. Причем, смотрите, босса добиваем, а миньона типа отдельная личность. Добиваем миньона и собираем... Ой, собираем лут и тройной сундук. Хорошо. Ой, хорошо. Скорость восстановления апнули. Вообще замечательно. Давайте боссика этого убьем. Скорость восстановления еще. Ну, я думаю, буду качать скорость восстановления и опыт. Потому что скорость восстановления реально имба. Она жином подкачала на левел. Вообще хорошо идет. Хотя, с другой стороны, можно качать активки так-то. Прокаченные активки тоже хорошо, пассивки обойт Ну, XP, ладно, XP сейчас уже готов взять и магнит готов набрать Без улучшенных Но, в принципе, откат, скорость отката может прийти улучшенная, мне кажется Реально, скорость отката можно взять улучшенную Так, хорошо, дальность подбора вроде бы уже начинает немножечко работать Чувствуется, что мне прямо на них не нужно вставать Мне с небольшого радиуса все-таки подходит Вот, но все равно опасно Опасно стреляющиеся роботы еще, Акита Опять зеленые камни только падают, к сожалению Хочется, конечно, вот синих Но синих из этих роботов стоячих падают, так что я их убиваю И иду забирать с них Смотрите, снизу еще два синих камня заберем Так, теперь бежим на мобов, наоборот Не от мобов, а на мобов Хорошо, тут прошлись, они прямо убирали ровно за секунду До того, как я наступал на их тела уже, соответственно Так, тут синих тоже три кристалла, забираем Так, здесь что взять? Ну, минометный удар точно нет Призыв молнии тоже Здоровье тоже надо, раляем Магнит, 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 да, нам нужна еще больше дальности Нам нужно 300% дальности Пауза не ставится, я думал, вдруг паузу сделали На секунду показалось, что когда я открыл E А то мобы перестали идти, но нет Это было заблуждение Так, ну, в принципе, пока вообще спокойно стою Опыт 40%, все, мне кажется, я докачал его, да? На 40% больше опыта получать, это, конечно, мощно Смотрите, даже на 24-м лауре уже зеленых получаю Мне кажется, больше, чем я синих получал на левеле 15 Ну, ладно, это, конечно, уже преувеличиваю Тиних все-таки реально дофига дают О, вот с этих белых роботов в синий падают, вообще ништяк Ап, ооо, давайте дробовик Да я не буду брать скорость становления Я уже объяснил, почему вдруг придет, не знаю, там, желтая скорость становления На большее количество процентов Почему бы такую не взять, чтобы Смотрите, как первый скилл у меня откатывает быстро Из-за этого все скиллы тоже откатывают У меня все скиллы на откате Ауру брать не буду в этот раз Потому что, ну, нафига я на мне, если я через откат играю Нужно подумать еще над двумя оружиями Я склоняюсь все же к цветной молнии Потому что она хорошо себя зарекомендовала И насчет последнего оружия даже не знаю Посмотрим Ну, точно не чередейский высказ Мне он вроде не понравился в прошлый раз Или понравился Вроде не понравился, если честно Октава-бластер Может, октава-бластер взять Вот цветная молния Точно, давайте возьмем цветную молнию Потому что я знаю, что она точно норм Ну, и октава-бластер можно взять, потестить его, если честно Думаю, он еще придет нам Ой, ну магнит уже, конечно, вообще еще разогнался Прям хорошо Надо бы ножи апнуть Кого левела у меня ножи? Четвертого, да Четвертого это плохо, если честно Потому что мне хочется, чтобы ножи были высокого Чтобы с боссом быстро разыграться Так, с этим разобрались О, ножи, отлично Да, может, еще ножи? Молния, ну пойдет Тоже молния пойдет Собаки бегут, ну прям толпой Так, небесная кара Я вроде пробовал Ну, вроде неплохая, кстати, была небесная кара Но у нас новая октавия какая-то там Октава Надо с ней опробовать поиграть Так, берем восстановление Ножи, ножи Все, ножи, конечно же Все, ножи уже почти от 0 Еще два левела ножа Так, ну тут давайте скорость 0 Возьмем еще на 5% под нее Еще скорость приходить и ральнем О, магнит, кстати Магнит давайте возьмем Так, здесь ножи, конечно же Что же еще-то? Ой, ну магнит прям хорошо засасывает Так, дробовик докачиваем до конца Все, дробовик тоже восьмой левел Это хорошо И ножи тоже А, нет, возьму урон Двадцать процентов дают Можно было, конечно, ножи докачать Но до босса еще целая минута Я думаю, еще пару луфмап Давайте это ральнем Вот, октава бластер возьмем Пойдем Посмотрим, как он работает Ножи тоже докачиваем Дальность подбора тоже, наверное, докачаем уже Защита на 6 Ну давайте возьмем пассивку на защиту Последнюю пассивку на крит возьмем Ммм, ну давайте защиту Здесь, наверное, октава бластера Защита О, инферный удар Октава бластер Инферный удар Ну октава бластер прикольно стреляет этими Увеличение крит урона Я в лучшем шанс крита, если честно, поднимал А не крит урон Поэтому октава бластер Вот шанс крита давайте возьмем последний Крит урон, типа, поверь. Главное, чтобы плиты просто вылетали, как мне кажется. Тут красный камень, нехилка. Нам как раз пригодится, значит, что-то нас подкоцали. Босс. Так, босс, босс, босс. Ой, этот босс, который ломает атаки. Хорош, что у меня откат есть благодаря... Ой, нифига его снес, блин. В ближнем бою-то он оказывается вообще лох. Так, защиту. Ну, китомовы пошли жесткие, если честно. Тут сказывается, наверное, то, что у меня этот класс слабенький. Ну, типа, не прокачен. Типная молния. Ну же, ну же, мужики. А как у меня шанс Крита? 4,7%. Мало. Давайте броню. Молния. Октава-бластер. Защита 28 сюда. Защита прям хорошо пришла. Так, ну давайте защиту добираем. Октава-бластер добираем. Не интересно, сколько он нанесет, на самом деле, за свое время. Еще октава-бластер, потому что я жду пассивки, когда будут прокачены. Давайте Крит-шанс немного поднимем. Ну, а почему у меня эти пассивки не качаются? Может, удачи мало, а может, они вообще не качаются. Мне кажется, должна быть какая-то информация, если пассивка не может быть легендарной там и так далее. Да, шанс Крита? Я все жду, когда скорость становления реально придет. Но она не приходит. Давайте ее возьмем, пофиг. Ну да, уже 6 стейди приходят. Я так понимаю, шанс Крита не может за бафу наберите, да? Поэтому давайте будем брать шанс Крита, потому что урон точно за бафу она приходит. Надо спросить у разработчика, почему новые пассивки не приходят, типа легендарные и так далее. Потому что я ни разу не видел шанс Крита. Нет, вот силу Крита я видел. А вот шанс Крита, чтобы был там легендарным и так далее, что-то не замечал. Если честно. Что-то начинается уже какая-то такая дискотека, если честно, неприятно. На шанс Крита окой? 11,7%. Ну, все равно, как будто бы даже неплохо. Как будто бы я даже доволен таким шансом Крита, если вам интересно. Шанс Крита 9 до 9%. Не, вот шанс Крита мне кажется лучше бустить, чем силу Крита. Потому что у тебя изначально шансы-то нет. Если силу забустишь, то что это тебе даст без шанса? Ну, либо надо бустить и силу и шанс Крита, что тоже, в принципе, неплохой варик, как мне кажется. Потому что, смотрите, я забустил сейчас шанс Крита, да, и у меня шанс Крита просто 13%. А без этих 13%, ну, сколько у меня было бы 3? Ну, и нафига мне это сила Крита, если у меня, типа, Крита нет. Так, нужно искать Крита. Я уже чувствую, что скоро нужно будет где-то подхиляться. Все, ловала больше не апаем. Пойдем за Критом. Вон там будет Критом сейчас спереди. Ага, берем. Захавали, отлично. Тут еще куча красных камней. Их тоже заберем. Ну, магнит, как будто бы слава прокачался. Ну, потому что магнит тоже не приходили сюда какими-то крутыми. А-да больше удача, а-да не знаю. Там, может, какие-то шмотки на удачу брать. Там, мне кажется, будут более крутые скиллы приходить. Ну, в комментах вообще напишите вам шанс Крита, приходил кто-нибудь там синий, фиолетовый или желтый. А если приходил, может быть, это, типа, мне сейчас просто не повезло. Я такие выводы сделал. Потому что сила Крита точно приходит. Сила Крита я точно видел, что приходила синяя, что приходила желтая сила Крита вообще мощная, типа, и так далее. Ну, чтобы скорость восстановления приходила быстрее, да? Типа, ну, какая-нибудь синяя, фиолетовая, желтая. Или, например, там шанс Крита, этого я не видел. Это плохо бы, если это не написано, но так работает. Так, убили мужика. Один сундук, спасибо. Ну, хотя бы монеты накидываю, знаете. И то есть свои плюсы в этом все. Давайте искать хилку. Потому что ловелак, вы понимаете, я пока не собираюсь брать. Мне нужна хилка. Вот она здесь, кажется, валяется. Да, подобрал. Ну-ка, нифига, как примкает эта гитара. Ну, такие ноты выпускают, получается. Ну, в разных противниках вокруг, типа, направленные, судя по всему. Довольно работает. Ну, все, минута до босса, чуваки, кажется. Здесь я справился с этим заданием. С этим уровнем, и от уровень оказался слабее меня, потому что я персонаж третьего уровня здесь. Ну, шмотки, я говорю, заточите шмотки, на самом деле. Так, хилку тоже собираем, потому что осталось минута до босса. Можем еще здесь в угол встать, вроде никто не стреляется больше. Так, если мы стоим в углу, по идее, это у нас же, ну, сзади никто не спавнится, правильно? Ой, глотнул глоточек чая, который сделала мне кисмочка-бурмисмочка-барс. Смотрите, стою. В принципе, мне этот левел не нужен, поэтому пусть валяется. А мне интересно, а вот новые кристаллы спавнятся, или из-за наличия старых кристаллов они не спавнятся, или они стакаются в один кристалл? Просто обычно в играх для оптимизации делают так, что соседние кристаллы стакаются в один кристалл, чтобы их не лежало слишком много. Но сейчас как будто бы новые даже не появляются. Интересно, а какого варна сделано, если честно? Вот я их убиваю уже минуту, сейчас боссы спавнятся, я быстренько побегу и их соберу все. Да, ну хорошо, я здесь стал, здесь хорошее место такое в иглу. Если у вас достаточно мощь, то к вам просто не подойдут. Защищать одну сторону гораздо проще, чем защищать, типа, ну, кучу сторон, естественно. Так, забираем лут. 97. Да, как будто бы не стакаются. Всего лишь один левел, мне кажется, за минуту я должен был несколько ловлов здесь нафармить. Так, забираем хилку, забираем хилку. Захиляемся, захиляемся, захиляемся. Захилялся, отлично. Пояс какой-то получил, руна выпала какая-то в этот раз? Никакой руны, к сожалению, не выпала. Ну, получил немного денег. 17 миллионов эта штука нанесла. Что? Что? Короче, цепная молния и нотка, оказывается, зашибись. Их тоже нужно брать нотку. Я вообще в самый последний момент взял, и она 10 лямов надамажила. Больше, чем дробовик, который был там всегда, чем инферно. Ужас. И ножи, окей, они направленно стреляют. Но эти просто массовые, но эти тоже массовые, тоже по куче мобов проходят. Просто эти более точные, да? Окей, урон от цепных молний, и эту штуку тоже берем. Запомнили. Блин, жаль, руну не дали. А я так хотел руну. Новую. А может, можно задонатку пить себе руну? Там есть какой-нибудь набор рун? Ой, чуваки, нет никаких рун, представляете? Даже не задонатить себе на руны. Да-да-да-да-да. А это что такое, обновление выбора? А, блин, это я деньги просто себе спустил. Давайте новых денег купим. Без денег осталось, это даже грустно. О, давайте прокачаем себе персонажа вот этого. Оп, я, наверное, за него буду играть, потому что у него самый прикольный, ну... Ну, тоже самый прикольный. Хороший перс мне нравится. 22 уровня его можно добить. Давайте еще возьмем денег. Хочу добить его сразу же 22 уровня, чтобы мне за него было легче проходить гораздо. Все, зашибись, теперь точно хватит. Пока что у него, конечно, минус 5 защиты, но просто берешь защиту и нивелируешь эти минус 5 защиты, как мне кажется. Все, 22 уровень. Доцентом левеле он получил плюс 1000 хп, а у меня 2300, поэтому нормально. Плюс у него еще буст к урону, буст к здоровью отличный и так далее. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот мы поиграли в Last Survival. Надеюсь, вам понравилось. В целом получилось, как по мне, неплохо. Я все-таки хочу пройти Last Survival, знаете, вот. Ну, да, я там говорил, что буду каждый день его записывать и так далее. Просто, ну, сами понимаете, нет времени вообще, типа. Одно дело как от NOSAUS, ты еще фкашишь, да. Другое дело, что здесь прям надо активно играть. Вот. Ну и то, что не было дуо, опять же. Но я в дуо тоже хочу это пройти, опять же. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может, буду брать каких-нибудь игроков в Last Survival. А вот, может, кому-нибудь подойдет, какой стоп, я такой скажу. Так, кто у нас тут, типа? Лунарион 69, погнали. Вот. Ну, хотя он перекачивает. Хочется с кем-то играть, то будет на моем уровне плюс-минус. Ладненько. На этом все, дорогие друзья. Заходите, играйте на Кристалликс вместе со мной и с другими игроками. Ну, а там все. Всем удачи, всем пока. С вами был Эдомастер.